вот сюда мы вклеим наш кругляшок который он остался от дюбеля но предварительно я еще вырезала тоже кружочек по диаметру нашего дюбеля также сделаем сейчас отверстие для лучшего сцепления хотя это метами зала но все равно я страху их немножечко и подклеиваю надо ровно чтобы у нас было не было неких заломов но теперь приклеим к нашей основе нашей серединке ровненько по поводу еще школы 16 мастер-классов полных информативных объемные до по времени иногда мастер-классы занимают и по три часа но мы рассказываем все все мелочи все все детальки полностью сборку куста от а до я не только цветок по полностью и листья и стволы и как можно декорировать чем то есть как бы курс и для новичка и уже для продвинутого так сказать мастера каждый найдет для себя что-то интересное сейчас мы будем делать наш летчик примере ли такой так и клеем также у нас состоится в октябре 19 и 20 октября в киеве живой мастер-класс тоже у нас появился хороший спонсор чуть попозже об нем расскажем и у нас просто нереальная цена на массе живой двухдневный мастер-класс стоимость две семьсот тысячи гривен но вы увозите с собой не просто цветы а два готовых торшера торшер пион и торшер ветка орхидеи полностью с нуля будете учиться делать не только цветы на электрику такой цены у нас больше не будет на мастер-класс так что кто еще не успел милости просим нас еще осталось буквально пару мест также подписывайтесь на наши странички мы будем стараться радовать вас бесплатными мастер-классами почаще по мере загруженности времени так есть наша основа она пока такая несуразная не очень красиво но сейчас мы будем все было наполнять так первый ряд мы клеим на уровне ровненько без всяких выше ниже половинку одну отклеиваем половинку лепестка как во всех розах половинку не заклеиваем потому что заводим средний лепесток все ряды у нас кроме самого последнего большого по 4 выкройки последний пять и такая серединка у нас получается первый ряд уже розы клеим на сантиметр выше вот начинаем с широкой части наши также половинку только подклеиваем первый лепесток остальные все и последний лепесток заводим за первым на той же высоте подклеим второй лепесток вот такая серединка у нас получилось начинаем клеить второй ряд также первый лепесток половиночку почти на этом же уровне мы клеем как и этот ряд у нас одинаково самое главное хорошо фиксировать вот эти хвостики такая розочка получается только у нас два ряда еще два м третий ряд открываем немножко 4 ряд самые большие лепестки которых у нас пять штук здесь мы по кругу распределим равномерно точно также мы их клеим в 1 на половинку остальные все заводим это роза будет чуть более плоской чем ту которую есть мастер-класс бесплатные на шарики пенопластовым нам она естественные нужно более плоско потому что это нужно картина самое главное я же забыла вам рассказать про рамку рамки можно брать конечно покупные диаметры розы кстати будет 50 сантиметров не меньше поэтому учитывать надо рамка чтобы было не менее 50 сантиметров можно рамку сделать делаем мы меня делает муж я покупаю в эпицентре багет очень красивый багет мне нравится такой багет идет это у нас двп крашеная простое то есть стильная сторона вот такая здесь тоже давайте дальше здесь тоже нам ровно посередине надо сделать отверстие десятка сверлом то есть под наши это отверстие вот такая у меня рамка но я потом покажу на заставочке будет фотография с этой картинкой картиной и будет видно то есть рамы уже по желанию но не менее 50 сантиметров потому что роза большая так мы собрали нашу розу какая она не получилась вот наша попа за счет того что у нас здесь расстояние изолона нарастилась и наш патрон дюбель вот это вот шляпка очень далеко у нас и будет держаться наш патрончик нам не надо никаких дополнительных приспособлений провод белой термоусадки у меня в красный же говорила вам же шут показать у вас будет в белой мы также чуть-чуть зафиксируем у нас на нашей картине немножечко можно зафиксировать клеем но это по желанию конечно можно зафиксировать если и по толщу смотря какая у вас рамка тоненькими скобами маленькие абсолютно маленькими скобами мы сюда вставляем наш патрончик с лампочкой вот у нас идеально проходит сверло десятка девочки напоминаю и мы видим куда у нас одевать розу вот пока она у нас не зафиксирована мы одеваем розу вот нам же надо это дело как-то наметить можно аккуратненько карандашом я ее немножечко прихвачу клеем просто чтобы показать как она светится кстати изолон у меня шампань светится изумительно просто этот цвет лампочка хоть и маленькая у меня на три с половиной внутри врать не буду скажу точно до три с половиной ватта же 4 вот видно хорошо и забыла чтобы хорошо вот здесь вот фиксировалась надо эту поверхность которая гладкая немножечко поцарапать ножом но только там где именно будет клей держим так девчонки когда приклеили картину ровно то что говорила чтобы у нас вот это отверстие которое в дюбеле на котором наклеена роза было четко ровно напротив нашей здесь отверстие в картине тогда мы с легкостью сможем вытаскивать патрон также вставлять его в розу вот фиксируем мы вот здесь немножечко можно двухсторонний скотч можно наклей можно скобка есть скобы специальные мебельные скобы маленькие небольшие по толщине у нас чтобы не было больше чем толщина нашего основания этого на котором у нас картина так так у нас она горит сейчас я выключу свет и посмотрим как она светится вот такая получилась 3d картина светит она очень классно ярко к сожалению камера не передает вернее передает блик именно но освещение в комнате достаточно такой хороший хороший ночничок у нас светит эта лампочка очень шикарно легкая сборка как по мне очень легкая в электрике и не переживайте у вас полностью здесь все в термоусадке у вас я вот еще не зафиксировала я хочу все таки сделать здесь мебельными скобами также элементарно у нас поменять лампочку то есть аккуратненько мы вынимаем патрон ставим на место нам не надо никаких лишних приспособлений такая схема в сборке уже проверенная лампочка у нас в силиконе полностью она никуда там не соприкасается она стоит ровно в дюбеле за счет того что у нас роза нарастилась толщина от дюбеля до здесь с изолончиком как раз патрончик у нас стоит по этой толщине очень хорошо но в принципе все легко как мне кажется подписывайтесь на наш инстаграм у меня будет пожелание будем слышать очень будем рады за обратную связь это и Продолжение следует...